Привет, друзья! В сегодняшнем видео мы рассмотрим несколько словообразовательных аффиксов, такие как ak-ek, g-gi-gu-gu, k-ki-ku-ku и аффикс če. По-турецки эти аффиксы называются filden и simjapan ekler. Аффиксы, которые делают из глагола существительное. Это такие словообразовательные аффиксы, которые присоединяются к корню глагола и образуют новые существительные. Посмотрим примеры новообразованных слов и примеры предложений с ними. Первый аффикс имеет по гармонии гласных два варианта ak и ek. Например, у нас есть глагол yatmak, это ложиться, лежать. И при присоединении к корню глагола аффикс ak мы получаем слово yatak, то есть то, на чем мы лежим. Yatak это кровать, ложа, а в мебельной терминологии это слово означает матрас. И пример предложения. Geja erasinda aniden depremolunja yatandan hoplady. Он вскочил с кровати посреди ночи, когда внезапно случилось землетрясение. Следующий пример. Глагол durmak. Это стоять, останавливаться. И при присоединении аффикса ak к корню глагола мы получаем слово durak. Это остановка, то есть место, где мы стоим. И пример предложения. Дети ждали автобус на остановке. Следующий глагол. Uchmak. Летать, лететь. И новое слово у нас. Uchak. Самолет, то есть средство, на котором мы летаем. Пример предложения. Boeing had used otusseki stipi yolju cha'y kalkysha hazelanjördu. Пассажирский самолет Boeing 738 готовился к взлету. Слово kalkmak. Подниматься, вставать, а для самолета используется в качестве взлетать. Следующий глагол. Kajmak. Скользить, съезжать. И при добавлении к корню глагола аффикса ak получаем слово kajak. Лыжи. То есть то, на чем мы скользим. Kajak yapmae chokse verim. Я очень люблю кататься на лыжах. Kajak yapmae doslovно делать скольжение. И мы переводим это как кататься. Теперь посмотрим примеры со вторым вариантом этого аффикса ek. Глагол dönmek. Повернуть, отвернуться, развернуться, вращаться. То есть все вот такие действия. Наверное, все знают слово döner, которое тоже образовано от слова dönmek. Это турецкая шаурма, мясо, которое вращается. И при прибавлении к глаголу аффикса ek мы получаем слово dönek, которое переводится как перебежчик, отступник или предатель. То есть человек, который отворачивается от своих убеждений, предает их. И пример из Библии. Отступник – это самое низкое, подлое существо в глазах бога. Следующий глагол ölчмек. Отмерять, мерить, замерять. И при прибавлении аффикса ek мы получаем ölчек, что переводится как мера или масштаб, размерность, средство замера. Например, ики ölчек, шахер и лавет. Добавь две меры сахара. Следующий глагол binmek – садиться в автобус или в машину, управлять мотоциклом или ездить на велосипеде, или ездить верхом на лошади. Для всех этих случаев мы можем использовать глагол binmek. И производное слово у нас binek, которое можно перевести как средство для передвижения. Это может быть binek hayvane – животное для езды, binek arabasy – машина для передвижения, или binek arasy – средство для передвижения. И пример. Bu cho kamach le bir binek arasy – это многофункциональное пассажирское транспортное средство. Следующий глагол – сюзmek – цедить, фильтровать. И производное слово сюзеки, которое можно перевести как фильтр, то есть средство для фильтрования. По сути, это может быть все, что угодно. Наш пример. Давайте прежде всего процедим молоко через фильтр. Ну, это может быть марля или дуршлаг. Все, через что можно профильтровать молоко. Теперь посмотрим на следующий аффикс, который имеет 8 вариантов по гармонии. Гы – ги, гу – гю и кы – ки, ку – кю. Глагол чалмак – это играть на музыкальном инструменте. Причем и играть на флейте, и бить в барабаны – это чалмак. И при добавлении корня аффикса гы получаем чалгы. Это музыкальный инструмент, то есть то, на чем мы играем. Пример предложения. Чалгы чаларак ге чимими салйорум. Я зарабатываю на жизнь, играя на музыкальном инструменте. Ге чимими саламак – это зарабатывать на пропитание. Следующий глагол. Дуймак – чувствовать, слышать, ощущать. Слышать можно не только ухом, а также можно слышать запах, например. И производное слово дуйгу – чувство или эмоция. Наш пример. Для тебя милосердие – такое же неведомое чувство, как и любовь. Здесь слово «ябанджи» – чужое, можно перевести как «неведомое». Следующий глагол. Сильмек – вытирать, чистить, удалять. И производное от него слово «сильги». Это тряпка или ластик для стирания. Например. Поэтому и придумали карандаш с ластиком. Дословно. Поэтому они ставят ластик на голову карандаша. Но по смыслу мы можем перевести «поэтому и придумали карандаш с ластиком». Следующий глагол. Сюрмек. Это вести, двигать или мазать. По логике это то, что тащить вперед, делать такие движения. Также этот глагол применяется для того, чтобы сказать «водить машину». И при добавлении к корню глагола аффикса «гю» мы получаем слово «сюргю». Это барана или затвор, засов, задвижка, то, чем мы двигаем. Пример предложения. Капыда учадет челик сюргюварды. Усте ортада ве алта. На двери было три засова. Сверху, посередине и снизу. Следующий глагол у нас «осмак». Вешать. И производное слово «оскы». Крючок или вешалка, то есть то, на что можно повесить. Гем рейми аске астым. Я повесил свою рубашку на вешалку. Глагол «уюмак» – спать. И производное слово «уйку». Здесь, по идее, должно было получиться «уюку». Но в середине слова буква «у» выпала и осталась «уйку». Это сон в физическом понимании. Сновидение – это то, что мы видим во сне. По-турецки будет «рюя». Пример предложения. Он хотел уснуть и больше не проснуться. «Уйкуя далмак» – это дословно «провалиться в сон», то есть уснуть. Следующий глагол «кесмек» – резать, обрезать или вырезать. И производное слово «кески». Это резец или зубило, стамеска. Это может быть как что-то, чем можно резать, кусачки или ножницы по металлу, например. Так и таким предметом, как зубило или стамеска, при помощи которого можно в дереве порезать борозду, например. Пример. «Кески ве чахи чсендэми» – кусачки и молоток. У тебя? Следующий глагол «севмек» – любить. И производное слово «севги» – любовь. Это может быть разная любовь и к человеку, и к животным, и к Богу. Пример предложения. «Во всем, что сотворил Бог, видна его любовь». Это тоже из Библии, по-моему. В религиозных книгах, когда говорят о Боге, в третьем лице ставят местоимение «о» с большой буквы. И теперь посмотрим на последний аффикс «ч». Глагол «утанмак» – стыдиться, стесняться или смущаться. И при добавлении аффикса к корню глагола получаем слово «утанч» – стыд или смущение. Пример. «Потому что им стыдно за то, что они подвели тебя». «Юзвисту бракмак» – можно перевести как «подводить». Следующий глагол «казанмак» – зарабатывать или выигрывать. И производное слово «казанч» – это заработок, выигрыш или выгода. Пример предложения «бунусырф казанч саламак чин я пьешь». Он делает это только для того, чтобы получить выгоду. «Казанч саламак» – получать выгоду. Следующий глагол «севинмек» – радоваться. И производное слово «севинч» – это радость, восторг. Предложение «дуйду убьюк севинч гюльмсемесинден аннашил йорду». Радость, которую он испытывал, была видна по его широкой улыбке. Дословно правильно будет «большая радость, которую он испытывал, была видна по его улыбке». Но можно немного переставить слова и получить такой же смысл предложением «радость, которую он испытывал, была видна по его широкой улыбке». И последний на сегодня глагол «инанмак» – «верить» и производное слово «инанч» – «вера». Пример предложения «бусамими инанч херики сининде тежих лерни белир леды». Эта искренняя вера определила предпочтение обоих. На этом наш урок подошел к концу. Надеюсь, он вам понравился и был вам полезен. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите свои примеры и предложения с этими словами в комментариях к видео. Спасибо за внимание. До скорых встреч.